привет мои хорошие вышли с чапой на прогулку белочки же нет теперь хожу с чапой гуляю с двумя было невозможно с чапой можно гулять с одной с одной справляюсь все равно конечно тоской по белочке еще такая тоска знаете зеленая у нас резко похолодало сегодня 28 августа ведь как видео с ним запоздал их выходит нами так получается ребят зато называю числа я же вы не путались как если что кого какая погода с ли кто меня смотрит здесь сейчас тихо шли ветер очень страшный холодный такой просто не представляете какой холодный ветер посмотрите какая красота сзади меня да вообще слов нет такой толстовки теплой я прям шла знаете жалею что толстовки нет капюшона холодно в голову дует вот прям реально что за климат у нас резко жара потом резко холод все дурдом ну ладно чапа ну что такое сейчас покажу вам тебя вырвалась на свободу бегает скачет я даже не успеваю за не водить камеры куда пошла чапа не ходи иди сюда не ходи туда там машины ездят задавят тебя давно она здесь не была давно да на прогулке иди сходи скупайся не любит купаться ну сейчас конечно темновато уже время сколько время время наверно пол седьмого вечера темноват конечно краски не те но счет ведь смотри там кувшинка цветет еще есть кувшиночки не знаю может они допоздна цветут до поздней поздней осени конечно не знаю не разбираюсь что прибежала мусора как всегда даже на него не обращаю внимание чапа присела вот так вот так вот так зароем зароем свое богатство которое принесли стол ну все вот такая у нас прогулка сегодня подниматься будет прохладно ну что поделаешь осень на дворе осень скоро осень ребят и вот продолжаю свой влог мои хорошие я опять из салона мы сегодня доработали цвет моих волос моему мастеру не понравилось сегодня мы чуть-чуть доработали его это неважно я не об этом хотел вам сказать ветер опять у нас на улице значит сильно я хотела ну я шла снимала потом пришла послушала не буду конечно упускать разговаривала с вами иду разговариваю же на камеру так вот с с селфи-палкой какой-то с держателем не важно идет у нас речь знакомая говорит я так долго смеялась он говорит свет что ты там с кем разговариваешь все идешь я бы с мамой по скайпу разговариваю хотя мама у меня в интернете даже не на здрасте понимаете людям интересно да почему я иду и вот с кем там разговариваю то что еще хотел сказать а если не хорошее настроение во первых когда женщина выходит салон у нее все время хорошие настроения встретила еще своего бывшего начальника потому что я работала до этого в рай в отделе архитектуры встретила веселась именович курсякова кто местные меня смотрят они знают вы знаете вот мне наверное в жизни вот трудовой моей деятельности именно по найму всегда везло с начальниками но с особой теплотой и уважением я всегда отношусь к расякову вячеславу семеновичу конечно не смотрит мой канал но он не научил всему ночь в работе в отношении взаимоотношениями с людьми он все время говорил так света мы работаем в обслуге неважно с каким настроением пришел к вам человек вы должны очень внимательно выслушать и принять от него заявление то есть человек может и кричать может и возмущаться но вы должны очень спокойно всегда к этому относиться я безграничным и за это благодарна это не только вот именно то что он меня научил опять тут ветер дует не знаю как сейчас будет слышно порыва опять порыва у нас и еще сегодня под видео у меня в которую я выпустила вчера завтрак завтрак я завтракала да в четверг сегодня какой у нас 30 опять говорю дата 30 август я снимаю видео будет выходить позже мне написала женщина одна с астрахани говорить вы говорите о жаре какая может быть жара у нас мы в астрахани рядом в общем с вами и у нас плюс 14 с утра ну конечно конечно но я же по моему видео там и говорю что я снимаю такого-то числа у меня видео выходит позже почему по одной простой причине у меня графика да если кто меня смотрит знает у меня вторник четверг и суббота я выпускаю свои видео чаще просто не могу а по это пока они выходят там пока вы смотрите я снимаю следующий этап что и так понимаете легче блогера в основном все так делают я не могу снимать каждый свой день это очень сложно это понимаете занимает очень много времени и когда может быть быть мне больше свободно время может каждый день я буду снимать и выкладывать ну 6 прекрасные удивительные как говорится ошибаюсь руку убирать такие порывы опять ветра кстати зашла купила себе оттеночный бальзам сейчас покажу какой я не знаю ну нужно потому что вот она мне сейчас опять час все затонировал осветил не светила затонировал да будете смываться купила вот такой ни раз не покупала легче от нас на раз не покупал стоит 350 рублей и как мне сказали добавлять в свой кондиционер для волос 50 процентов кондиционера леночка мастер парикмахера и подписчица скажи пожалуйста мне хорошая штука или нет потому что ну мне и капус предлагали и все это мы еще год другой фирмы пока по крайней мере дороговато для меня я не могу себе позволить еще купить ну подороже стоит 600 рублей до больше бутылка больше бутылки смысла я брать тоже не вижу почему потому что мне вот нужно лишь будет детишки катаются здесь по парку потому что мне лишь осветлена вот такая говорится часть макушечная все что хотела вам как бы сказать поделиться таким вот настроение что встретила своего бывшего начальника мы с ним поговорили вспомнили как работали ну бездом не с начальниками понимается как у каждого чек есть на работе свой начальник да вот и зашла в магнитик купила еще показать овсяные хлопья и свое то молоко а сегодня как стали сейчас сидела здесь здесь же в садовник убирает парка с ним уже беседуем давно он говорит светла вы возьмите снимите вредите утром в 6 утра выиграть показываете красоту горит эти 6 утра как вандалы здесь все ссорят ломают и вы увидите какой здесь извините выражение срач вот он мне подал такую идею еще бы встать бы 66 утра сумеет ли прийти снять то есть хочу а наши я не знаю точно как у каком-то какой как он сказал абориген и вот просто где ведь все заплёвано загажено заброшено все мусорные ведра будут перевернуты все как просто здесь люди убирают и хорошо на что в поселке вот так сделал то что я все время ухожу а здесь уже все чисто понимаете для меня так вот дико узнать что здесь творится с утра с раннего пока люди которые прикреплены к каждому парку не убрали просто еще обращаюсь на друзей лавлинцы но давайте не будем гадить там где красиво но неужели хочется оставлять после себя вот такое такой хлам но есть же мусорные ведра ну киньте вы мусорные ведра ну зачем же кидать все под скамейки хотя это идея если решусь вы увидите снять что увидите что решила снять что здесь происходит по утрам если встану ну а пока на этом я закрываюсь пока пока здравствуйте дорогие друзья сегодня значит завтра у нас 6 часов в нашем поселке иловле будет фестиваль казачьих единоборств сейчас собирается вот арена а будут наши лавлинцы москвичи уже приехали с фролова и не знаю я еще где откуда в общем если завтра у меня получится не будет сильного ветра я конечно же это мероприятие сниму для вас покажу мне даже самое интересное поболеть за своих земляков вот такое маленькое вступление ну а я пошла домой сняла вам начало такого нас и грандиозное мероприятие намечается которое интересно даже мне самой наверное будет жесть так что ждите оставайтесь со мной канале на канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик не забывайте подписываться на мой инстаграм до встречи